Привет! Опять я Фёдор Калинин и это второе видео из цикла для начинающих музыкантов. Сегодня я буду говорить про продюсера, того самого загадочного и неуловимого божества музыкальной индустрии, который обязательно превратит вашу жизнь в сказку, как только вы его встретите. Или не превратит, или не в сказку. Неоднозначный вопрос и, чтобы на него ответить, нужно взглянуть на работу с продюсером и лейблом с разных сторон. Я накопал просто гору материала, поэтому видео будет достаточно длинным. Для простоты восприятия я разделю его на несколько частей. В этой части мы с вами попробуем понять, кто же такие все эти продюсеры, инвесторы, менеджеры, лейблы, а потом разберемся, как с ними работать, зачем они нужны и нужны ли они вам вообще. Вижу, понятно, что ни один нормальный продюсер за вас не возьмется, если в вас нет своей фишки. Создайте что-нибудь неповторимое, запоминающееся, найдите способ подать ваш материал. Никто не станет это делать вместо вас, а если даже и станет, то все равно не сможет это сделать лучше, чем вы, потому что вы автор и вам виднее. В том случае, если у продюсера уже есть готовый материал и интересный способ его подачи, ему будет проще собрать под это отдельную команду. Это мы видим на примере таких групп, как Серебро или Виагра, ну и других подобных. С другой стороны, если ваш материал актуален и вы достаточно адекватны для серьезной работы, у вас есть все шансы. Группа с продюсером и продюсерский проект. Разница уже понятна, я надеюсь. Тогда давайте подумаем, как начать работать с продюсером и можно ли при этом умудриться сохранить свою индивидуальность. Для начала определимся с терминами. Говоря лейбл, обычно подразумевают некую звукозаписывающую компанию или продюсерский центр. Это некая организация, которая зарабатывает деньги на артистах. И самые адекватные понимают, что в этом нет ничего плохого, так как если бы не было всей этой продвинутой западной музыкальной индустрии, мы бы с вами не знали ни Queen, ни Beatles, ни Elvis, ни еще продюсер знает кого. Однако же, они зарабатывают сами и дают заработать артисту. Молодцы! Погнали дальше. Итак, промоутер. И это не тот чувак с флайерами около метро, это промоутер курильщика. А промоутер здорового человека занимается непосредственно организацией мероприятий. У него, как правило, есть определенный пул артистов и площадок, и он знает, кого и куда можно притащить выступать. Также к нему, например, обращаются менеджеры артистов и арт-директоры клубов, когда хотят сделать мероприятие, но не хотят сами заморачиваться с организационными моментами. Частая история, когда в определенных регионах артисты работают через одного и того же промоутера с разными площадками, ну, потому что так надежнее. Менеджер. Это что-то вроде исполнительного директора вкупе с секретарем. Кроме прочего, он забирает на себя большую часть головной боли артиста и занимается такими достаточно важными вещами, как организация графика, например. Работа на студии, выступления, фотосессии, эфиры на радио. Он держит все это у себя в голове или ежедневнике и пинает артиста, чтобы тот все делал вовремя. Мы-то с вами знаем, насколько это важно. Крайне полезный человек, настолько, что, пожалуй, требует обсуждения в отдельном видео. Инвестор. По сути, это просто чел, у которого есть бабки. Очень важный персонаж, так как при наличии достаточного количества денег все ваши задачи решаются значительно проще. Обычно это человек, шарящий за бизнес. При этом он имеет весьма посредственное понятие о музыке, даже если уверен в обратном. С другой стороны, кто бы ему помешал научиться, если бы он, конечно, захотел. В любом случае, хорошо, что это не его задача говорить вам, какой должна быть ваша музыка. Хороший пример здесь Андрей Аркадьевич Ковалев. Дядька аж 57 года рождения. Видны бизнесмен, мебель, медвижка, в политику тоже может, но нас с вами интересует больше околомузыкальная часть его жизни. Несколько фактов. Имеет разностороннее музыкальное образование. Скрипка, виолончель, фортепиано и бла-бла-бла. Будучи студентом, играл на бас-гитаре в ансамбле пилигрим, а в середине нулевых сотрудничал с поп-артистами разной степени величины. Немного погодя, возродил свой пилигрим и начал активно его продвигать. Также, говорят, мутил какие-то большие фесты. И вот, казалось бы, музыкальное образование, гора денег, шарит в бизнесе, фестивали организовывал. Но давайте честно, кто из вас слышал до этого видео про пилигрим или самого Ковалева? Судя по его каналу на ютубе, довольно немногие. Хотя вроде и за рубежом они выступали, и клипов кучу наснимали, и с Памелой Андерсен, и с Апокалиптикой, и с Дольфом Лунгреном. Это такой двухметровый швед из неудержимых, если кто не в курсе. И что с того, спросите вы? А то, что не только в деньгах и музыкальном образовании дело. Даже предпринимательская жилка не всегда вас выручит. Конечно, все это не будет лишним. Но в этом деле настолько много «но» и «если», что только настоящий опытный продюсер более-менее точно знает, как лучше действовать. Но даже такой человек не может быть уверен на все 100%. Продюсер! Мы наконец-то добрались до этого священного животного. В хорошем смысле, разумеется. Итак, продюсеры бывают разные. Но нас с вами интересуют два основных типа. Это исполнительный продюсер, ну, тот, которого все еще называют музыкальным продюсером. И технический, он же саунд-продюсер. Теперь давайте поймем, кто есть кто. Ну, с саунд-продюсером, в общем-то, все просто. Его задача сделать так, чтобы трек был огонь. Он часто отвечает за аранжировки, выбор инструментов, сэмплов, звуковых эффектов. Также за сведение и мастеринг. Юрисдикция исполнительного же много шире. Технически в его ведении обычно находится вообще весь процесс создания материала. Как звучит музыка, как выглядят клипы, какие костюмы и грим выбрать для фотосессии. Да, под его началом стилисты, визажисты, различные режиссеры, фотографы, копирайтеры и многие другие менее заметные, но не менее значимые люди. Но последнее слово всегда за ним. Без тебя я бы этого не сделал словом. Правда? Нет, говноголовый, сделал бы. Например, хорошо бы здесь вспомнить про Виагру и Серебро. Эти группы достаточно яркий пример работы таких вот команд. Еще более яркий пример это Линда, потому что под управлением команды Айзеншписа она выглядела и звучала совсем иначе, нежели под управлением команды Фадеева. Но, разумеется, есть и менее яркие примеры, вообще их довольно много, мы не будем на них останавливаться, просто откройте глаза и посмотрите внимательно. В общем-то, в той или иной степени исполнительный продюсер, если таково имеется, всегда влияет на артиста в целом и материал в частности. Никогда не бывает такого, что он просто тусуется с группой, какие-то бумажки там за них подписывает, календарь ведет, там деньги где-то находит, отстегивает. Это все не его задача. Собственно, суть работы с продюсером кроется в том, что вы, заключая договор с лейблом, как бы сказать, вводите в свое предприятие внешнего управленца, который использует свой опыт на благо вашего продвижения и всеобщего обогащения. Видишь? Вот что в нашем деле самое классное. Такое тяно. Проще говоря, продюсер создает из вашей музыки продукт, готовый к употреблению массами. Каким именно способом он это делает, остается на его совести. Здесь уже вы должны отследить, в каком именно моменте заканчивается ваша индивидуальность и начинаются его универсальные рабочие приемы. Если резюмировать все вышесказанное, создается впечатление жесткой иерархии. Технически так оно, конечно, и есть, но на деле все не так уж жестко. Часто одни продюсеры исполняют задачи других продюсеров, иногда задачи менеджеров. Все это зависит от конкретных специализаций, конкретного человека. Просто теперь вы, как мне хочется думать, имеете немного более конкретное представление о том, кто же такой все-таки продюсер. Немного офф-топ. Многие сетуют на бешеный хронометраж. Мол, длинные видео никто не смотрит и надо снимать более короткие, чтобы было проще их воспринимать. Вот здесь и в описании под видео будут ссылки на следующее видео по этой теме, как только оно будет готово. А вы пока жмакайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. И пишите в комментах, как вы относитесь к длинным видео и на какие темы вы бы еще хотели посмотреть выпуски, чтобы я знал, в каком формате и, собственно, о чем делать для вас новые видосы. И, конечно, подписки, лайки будут всегда уместны. А пока удачи вам и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok